Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться с вами очень вкусной, интереснейшей закуской, друзья. Готовится легко и просто. Конечный результат, конечно, превосходит все наши ожидания. Начинаем готовить. Поехали! Сегодня готовим очень вкусную закуску из куриной печени. Печень предварительно я помыл, почистил. Печень у нас готова. Теперь подготовим остальные ингредиенты. Нам понадобится одна луковица. Лук буду нарезать перышком. Таким вот образом. И для яркого вкуса я взял один зубчик чеснока, раздавливаю и нарезаем мелко. Отправил сковородку на плиту, добавил буквально грамм 30-20 сливочного масла и буквально пару капель подсолнечного. Отправляю в первую очередь чеснок. Чеснок прожариваем буквально секунд 30-40. И сразу же отправим лук. Отправляем лук. Лук обжариваем 2-2,5 минуты. До тех пор, пока он не станет слегка мягким. Лук стал мягким, отправляем печень. Сразу же перчим. Перчу хорошо. И солим. Печенку буду жарить где-то минут 6-7. Прожарил печень с каждой стороны. Теперь накрываю крышкой буквально за 2-3 минуты до конца. И просто тушим на медленном огне. Нам также понадобится болгарский перец. Чистим его. Перец режем еще раз пополам. И нарезаем таким вот образом. Печень без жидкости снимаю в отдельную миску. Отварил вкрутую 4 куриных яйца. И разрезаем просто на 4 части. Нам также понадобится батон. Можно брать прям любой, какой вам нравится. Я взял серый. Отрезаем одну из сторон батона. И нам нужно выбрать мякиш. Печень слегка охладилась. Самые крупные кусочки разрезаем пополам. Сразу не разрезал, чтобы печень оставалась сочная. Добавляем все ингредиенты к печени. Примерно понадобится 2 столовые ложки майонеза. Все хорошенечко нужно перемешать. Все-таки я обрезал с двух сторон. Не мог я нормально очистить от мякиша. И начинаем заполнять. Хорошенечко уплотнили начинку в батоне. И отправляем на фольгу. По краям назад возвращаем попки батона. И плотно заворачиваем. Добавляем еще один слой фольги. Осталась начинка. И сделал еще один вариант уже на белом батоне. Отправляю нашу закуску в духовку. Выпекать буду при температуре 190 градусов примерно 20 минут. Немного температурами. Добавляем. Бол Dualar. Добавляем. Мицей. Горос, готов! Проzwischen터. Горос, готов! Получается. очень красивая ароматная закуска получилась друзья после духовки обязательно нужно остудить хотя бы два часа желательно конечно там каких-то минут 30 чтобы просто остыла потом поместить конечно в холодильник в холодильнике быстрее начинка застывает и тогда лишь легче и проще нарезать такой такую закуску друзья очень вкусно так что готовьте друзья такая закуска очень вкусно обязательно готовьте вместе со мной я уверен многим понравится вам конечно и вашим близким я с вами прощаю до следующего видео не забываем подписываться комментировать и делиться с друзьями всем пока хочу прям попробовать друзья это очень вкусно